Привет! Сегодня речь пойдет о ламинате, о его видах и как ламинат устанавливать правильно, какие ошибки вы можете допустить и к чему это может привести. Погнали! Сейчас зайдем в наш шоурум. Это ламинат Kindle. За счет того, что разной ширины все плашечки, вот видите, то есть он выглядит как дорогущий паркет. Такой паркет, наверное, стоил бы 1010 за квадратный метр, а в итоге у нас ламинат за 1200. Этот ламинат, он выполнен с фасочками, то есть здесь есть фаски со всех четырех сторон, то есть они на ощупь тоже как плашечки, то есть они с небольшим таким выступом. Мы сейчас съездим на один из наших объектов, там как раз ламинат из этой серии установлен. Опа! Декоративочку наносят тут у нас дамы. Ты только начала? Нет, заканчиваю. Уже заканчиваешь? Света не видно. Эта стена должна быть у нас под бетон. Лоджии здесь утепленные, на полу есть теплый пол. Мы решили делать ламинат на клей с запилом под 45 вместе стыка стены и пола. То есть вот здесь вот сейчас ребята уже отпилили вот эти вот все плашки, они запилены под 45. Идеально, тоненький такой. Это вот последний кусочек? Чтобы их запиливать под 45 необходимо использовать реально профессиональный инструмент. В данном случае это макита, станина распиловочная. К станку к этому подключается пылесос, чтобы не было никакой пыли. Многие клиенты просто требуют от строителей, чтобы они уложили ламинат полностью во всей квартире без порожков. Тут обращение для клиентов и для строителей. То есть строителям важно подписывать дополнительное соглашение о том, что вы уже не несете в этом случае гарантию по тому, как себя поведет ламинат. А клиентам нужно четко понимать, что это может привести в дальнейшем к серьезным ремонтным работам и серьезным переделкам. На каждой пачке ламината есть инструкция. Если вы ее внимательно почитаете, вы поймете, о чем речь. Обязательно должны быть демпферы, обязательно должны быть разрывы между полотном ламината. Делали этот балкон полтора дня, то есть это где-то в общей сложности, ну, часов 18. Плюс еще сложность укладки ламината и паркета на стяжку, то что нужно работать с прижимом. То есть вы укладываете его на клей. Между прочим, двухкомпонентный. Его тоже не так просто использовать, потому что я видел мастеров, которые просто портили ни одну банку и в итоге ламинат и паркет не держались. Когда вы наклеили, его нужно обязательно прижать. Это не фанера, которой можно присаморезаться, а это стяжка. Круто! Мы попали на лонтаж ламината. Таким вот образом наносится двухкомпонентный клей. Вот ребята подготовили прям специально такую вот плашечку. Сейчас будут опускать все сразу же туда. Вот как раз про что я вам говорил. Ламинат после укладки его прижимают, чтобы он не растопырился и чтобы хорошо прилип. А также фиксируется вот 3 миллиметра по периметру, по примыканию с стеклопакетом. Чтобы работать с этим клеем, нужно иметь реальный опыт, потому что вот сейчас нужно ребятам быстро сделать определенного размера плашечку и положить сюда, пока он не застыл. переносит размеры необходимые. Сейчас будет распил, но не денег, а ламината. Не обязательно, я считаю, ламинат укрывать. Главное поддерживать чистоту на объекте. Вот здесь, например, ламинат протерли, все прям аккуратно. Вот здесь вот еще пыль есть из-за того, что ребята работают, но главное, что нету никаких саморезов и они, как вы видите, ходят в тапочках. Тапочки мягкие, даже если вдруг под них что-то попадет, то они промнутся и не нанесут урон. Лена вот с Деруфы сейчас работала, то есть она постелила картонку, ну да, что-то упало вот здесь, ну на картонку. Если мы картонку уберем, там уже все чистенько и аккуратненько. И еще сейчас проведем эксперимент, то есть это 32 класс ламината, но он очень прочный реально. Сейчас я его попробую потеребить, всяко там поделать и останется ли царапина. Я вот сейчас херачил, как не знаю кто, но в любом случае остались отметины, но они не повредили ламинат абсолютно. А то, что я царапал, тут вообще царапок нет. Раскладка по полу. То есть мы обычно укладываем ламинат хаотично. Здесь Эдик укладывал через три ряда, но в случае конкретно с этим ламинатом это допустимо, потому что у него очень много вот этих вот всяких разных плашек и это вообще теряется. Обычно, когда идет ламинат вот из таких ламелей, то мы вообще не привязываемся к вот какой-то четкости линий, вот как здесь, например, отсюда до сюда. То есть мы не привязываемся и мастерам проще и в итоге красивее получается. Это абсолютно индивидуальный момент и бывает такое, что интерьер предполагает вот эту вот упорядоченность. Поэтому совет это всегда перед укладкой согласовывать раскладку, как клиентам, дизайнерам, так и строителям. Потому что бывает так, что строители уложили, потом дизайнер с клиентом приходят и говорят, ну ё-моё, блин, надо было по-другому. Перед началом работ потратьте максимум времени на согласование стиля укладки, потом где будут двери, чтобы мастера пропилили в нужном месте. Нужно обязательно согласовать параллельность, какой стене пойдет. Потому что вот здесь вот, да, у нас четкая геометрия, квадратная комната. Да, есть где-то диагональные, еще что-то. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока!